В эфире программа «Слушайте доктора» у микрофона Светлана Занько. У нас обещанная слушателем встреча с главным врачом Кировского областного клинического онкологического диспансера Игорем Набатовым. Игорь Фёдорович, добрый день. Добрый день. Во время нашей прошлой встречи вы рассказывали о взаимодействии с коллегами из Казани. Казань, как мы знаем, выступает центром Приволжского округа, курирует онкологическое направление медучреждений. Планировался приезд делегации из Сатарстана в Киров с целью проведения анализа и содействия создания региональной программы развития онкологической службы. И они приехали в конце февраля, насколько мне известно. Расскажите, пожалуйста, о том, как прошла эта встреча и о результатах. Ну, во-первых, в каком составе приехала команда из Сатарстана? Значит, ну, начать, может быть, не с приезда казанской делегации к нам, а с того, что мы... Первые поехали в Казань. На базе Казанского онкодиспансера проводилось коронизационное совещание как раз по подготовке программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Приволжском федеральном округе. И вот мы вошли в эту профильную комиссию, вот свои предложения тоже внесли. И как раз вот завязались отношения, что региональную программу почему бы не сделать. И казанские товарищи поехали в Киров к нам первым. Вот сейчас на очереди будет Ульяновск и дальше другие регионы нашего Приволжско-федерального округа. Ну, для нас это имеет большое значение, так как Казань действительно является и лидером Приволжского федерального округа, и головным учреждением, и главный онколог Приволжского федерального округа. Он находится в Казани. Поэтому, можно сказать, они взяли над нами шефство. Вот. И в дальнейшем, я думаю, наши отношения не закончатся только написанием программы. Но будем сотрудничать как в части лечения пациентов и диагностики. Ну и просто хорошее отношение. Итак, вот они приехали всё-таки, да? Сколько человек? Кто представлял? Значит, к нам приехали делегации из семи человек. Возглавлял делегацию главный врач Казанского республиканского онкодиспансера Хайрулин Ильдар Индусович. С ним были заместители, начальники отделов организационно-методического IT-служба и начальник проектного отдела. Вот. Два дня работали. Они представляли своё видение. Рассказывали, как у них проходит работа по снижению и онкосмертности, и онкозапущенности. Вот. И второй день уже представляли предложение по Кировской области. Ну, как избежать ошибок, которые были допущены в Казани. Вот. У них программа работает уже не первый год, и действительно результаты хорошие. У них там целая национальная программа на весь Тарстан, которая распространяется. У нас, в сути, рабочая группа была, то есть не только кировский онкодиспансер участвовал. У нас тоже это такой коллективный труд, и дальше мы также будем работать. А кто входит в рабочую группу с нашей стороны? Вот. Это были представители Министерства здравоохранения на уровне замминистра Ходорева Ирины Николаевны. Фонд МС. Там лично директор фонда присутствовала Юрлова Светлана Васильевна. Центр профилактики Малышева Ольга Герольдовна. Она куратор диспансеризации по Кировской области. А диспансеризация, она является неотъемлемой частью ключевой. А сейчас становится ключевой просто, да? Потому что мы говорим о ранней диагностике. Да, да. Потому что нас интересовал онкологический компонент диспансеризации, как он проводится, на что нужно обратить внимание. Те ли группы населения приходят, а какие не приходят. Что рассказывают ваши коллеги, они проанализировав ваш опыт. И закончу, кто еще участвовал, это наш медицинский информационно-аналитический центр Исакова Людмила Васильевна, она замдиректора. То есть с нашей стороны представительство тоже было более чем достойное. Ну и вот сейчас у нас почти готова уже программа. Мы ее сверстаем, просчитаем все цифры, потому что в любой программе ведь должно быть что? Мероприятия, сроки, ресурсы ответственные. Ошибиться не хотелось бы, поэтому считаем, все несколько раз проверяем. Затем программа будет представлена нашей рабочей группой уже на согласование в министерство. В министерство здравоохранения Кировской области? Да, да, да. В какие сроки вы планируете эту программу сверстать? Я думаю, что в течение апреля. В течение апреля? Да. Возвращаясь к вопросу, на который, я так понимаю, при встрече делался все-таки акцент, мы уже его обозначили, это раннее выявление раковых заболеваний, как, собственно говоря, ключевой фактор и в снижении смертности от рака, да, и предотвращение запущенности, что тоже в итоге, да, приводит к снижению смертности, и более качественному проведению процедур, поскольку, понятное дело, что ранние стадии рака гарантируют нам лучший результат. Что касается диспансеризации, на какие там, может быть, критические моменты указали вам ваши коллеги казанские? Ну, вот, именно, значит, два показательных слайда. Заболеваемость, там, Не хочется это слово произносить. Да, как-то не идёт оно из горла, да. Заболеваемость онкологическая, смотрели по каким локализациям, и сравнивали, в каких возрастах, и другой слайд, какой возраст не приходит на диспансеризацию. Вообще. И вот сравнивая слайды, сразу становится понятно. Что именно тот самый возраст... Где провал. Где максимальная заболеваемость и не приходит. А что за возраст такой? Это трудоспособный возраст. 35-55 лет. Вот как раз... Когда резко начинают риски заболевания, он раком, я скажу, возрастает очень серьёзно после 35 лет. И они не приходят. Все трудятся, всем некогда. Приходят, но не в том количестве, в котором бы нужно. И уже в другом качестве очень часто. Да, да. Почему это происходит? Анализировали? Причин масса. Ну, вот, сам приведу несколько. В этом возрасте человек ещё не ощущает себя больным и просто не идёт. Молодой, всё хорошо. Всё хорошо. Время терять зачем? Кого-то не отпускают работодатели. Есть и такое. Но мне кажется, что это вот такая... Про то, что... Я-то считаю всё-таки, Игорь Фёдорович, что человек должен быть ответственен сам за себя. Когда он говорит, что меня на работе не отпускают, скорее всего, он всё-таки лукавит. Потому что найти время вполне возможно и прийти и провериться, если тебе важно, возможно. Другое дело, что, конечно же, мы всё-таки идём к тому, что работодатель старается своих сотрудников на диспансеризацию отправить. И диспансеризация, правда, бывает разной. Я вот абсолютно согласен. Наверное, в начале, когда диспансеризация только начиналась, возможно, было такое. Сейчас со многими директорами, вот разговаривая, они направляют. У них другая претензия. Почему так долго? И мы разбирались несколько случаев. До недели сотрудник говорил, что ходит на диспансеризацию. Говорил. 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 То есть всё-таки личный фактор. Оказалось, да, что он ходил не туда. Но это личный фактор, мне кажется, единичные какие-то вещи. Вот. Но потом... Но они, конечно, напрягают работодателя. Потом у руководителя появляется недоверие ко всей системе. Да. Слишком долго вы обслуживаете моих сотрудников. Да, да, да. Однако, насколько мне известно, в Татарстане очень хороший опыт сотрудничества с организациями, с предприятиями. Там массово обследуются люди на, да, на онкофакторы. Ну, вот им казанские товарищи, как рассказали, работая с предприятиями, им удалось договориться, ну, со многими предприятиями, но не со всеми, о том, чтобы проводить исследования, которые, ну, необходимы для раннего выявления рака. Но они входят в диспансеризацию. Допустим, это вот ПСА, простатспецифический антиген, который для раннего выявления рака предстательной железы. Один из наиболее распространённых раков. Да, и предприятия за это платят. Вот, вот, но они рассказывают, что у них ушло очень много времени на то, чтобы предприятия откликнулись, и, повторюсь, что не все. Ну, вообще, вот такая просветительская деятельность и даже где-то пропагандистская, да, по онко-насторожности в Татарстане на очень высоком уровне. И не зря вы упомянули, что в составе делегации, которая приехала из Казани к нам, был специалист по проектной деятельности даже, потому что, конечно же, такими вещами нужно заниматься предметно. Я помню, что на одной из программ, которые здесь, когда мы здесь встречались с Дмитрием Александровичем Курдюмовым, его бытность ещё главврачом нашей травматологической больницы центра ортопедии, он как раз и говорил о таких вещах, что чтобы рассказать о своих услугах, чтобы рассказать о каких-то там, у них другая, конечно, специфика деятельности, но пришлось организовать там целый отдел, который бы этим занимался. И он сам лично тоже этим занимался, потому что необходимо рассказывать, что нужно делать, где нужно делать и как нужно делать. По сути, это маркетинговый отдел. И, может быть, на сегодняшний день уже и стоит об этом задуматься. Но вы пока такими вещами не занимались? Нет, нет. Но в плане у нас есть что-то вроде социальной рекламы. Потому что информирование, ну, надо усиливать. Информирование, конечно же, нужно усиливать. Ну, мы будем ждать представления вашей программы в апреле, в конце апреля месяца уже в течение, получается, этого месяца Минздраву обсуждения. И, надеюсь, мы здесь расскажем, каким выводом и каким конкретным уже планом вы пришли. Мне вот хочется сказать, что готовится национальная онкологическая программа. Вы прямо, да, предугадали то, что я хотела вам предложить. И буквально я четверг-пятница был в институте Блохина. Это головное учреждение по онкологии в нашей стране. И там проводилось тоже совещание, собиралась профильная комиссия, в которую тоже я вошел. Со всей страны представители были. И вот, я говорю, у меня огромное ощущение, что основой для национальной онкологической программы будет взята во многом онкологическая программа Приложского федерального округа. Которая основывается на татарском опыте, да? Да, да, да. И которая сейчас, я думаю, что к 14-16 июня, когда будет проходить 9-й съезд онкологов России, где, скорее всего, национально, не скорее всего, а точно, я уже вижу программу, национально-противораковая программа будет рассматриваться. К этому времени уже коллеги Приложского федерального округа составят такую большую программу, объехав, как вы сказали, поочередно все города ключевые. И там будет вам что обсудить и что представить, наверное, на общий совет. Вы, кстати, едете на 9-й съезд, я так думаю? Да. Онкологов. А там обязательно едем. Конечно. И мы посмотрим, как там будет организовано освещение со стороны СМИ. Возможно, что и мы тоже съездим и расскажем потом подробно уже тоже, да, то, что мы увидели, услышали своими глазами и ушами. Национально-противораковая программа в таком случае будет нами обсуждаться уже после съезда. А это будет, еще раз напомню, во второй части июня. Не так далеко, не так долго ждать. Я бы хотела сейчас обратиться к нашим обещаниям, к вашим, вернее, обещаниям, которые были сделаны в этой программе. А поскольку мы это все освещаем, то тоже какое-то ответственное свое чувствуем. Мы говорим о лицензиях на высокотехнологичную помощь, которую вы собирались получить к началу лета. Что сейчас с этими лицензиями? Напомню, почему это важно. Высокотехнологичная помощь, во-первых, менее травматична. Во-вторых, позволяет проводить реконструкции после операции, что повышает качество жизни. А высокотехнологичные операции, некоторые единственные вообще, могут спасти человека в какой-то ситуации. И за некоторыми такими операциями приходилось уезжать в другие регионы, направлять пациентов в другие регионы. Вот что сейчас у нас? Мы получили лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Ура! Я поздравляю вас и нас. Ура! То есть это уже говорит об уровне учреждения. Действительно, мы можем оказывать помощь на этом уровне. Вот все, что вы перечислили, вы очень глубоко знаете вопрос. Это и более сложные операции. Ну, давайте мы немного все-таки расскажем людям. И, во-первых, сразу скажем, что мы уже договорились, что на следующей встрече здесь будут специалисты по каким-то конкретным областям онкологической помощи, чтобы можно было подробно рассказывать про конкретные операции, конкретные виды помощи. А мы с вами, Игорь Федорович, можем рассказать, привести какие-то примеры и очень важные примеры. Начнем, например, с самого простого, с тех же протоколов по химиотерапии и по радиотерапии. Здесь тоже будут изменения в связи с тем, что лицензия сейчас есть. Ну, вообще, для получения лицензии на высокотехнологичную помощь смотрелось же несколько критериев. То есть это и стандарт оснащения оборудованием, и квалификация специалистов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. И если бы что-то было не соблюдено, то лицензии бы не получить было. Вот это первое. Ну, а второе, конечно, мы по нескольким профилям подходим для оказания. Это и химиотерапия, и радиотерапия, и хирургические... Ну, что касается... Приведем пример, да, по радиотерапии. Очень важно сейчас, чтобы, там, например, это одна из частей высокотехнологичной помощи, чтобы облучение проходило минимальными объемами, точечное облучение, чтобы не страдали здоровые ткани. Да, 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 чтобы фокус был сконцентрирован как раз на опухоли, не задевая здоровые участки. Там специальные, назовём, сетки применяются. Это индивидуально для каждого пациента. Разметка такая, которую можно сформировать в форму, да? Это можно для облучения головного мозга, то есть она и на лицо одевается. Можно для молочной железы, то есть она на грудь. Прямо, скажем, лепится, повторяя контуры тела. Вот менее травматично, менее... И для нас это проще, а результаты лучше. Самое-то главное, что действительно результаты лучше пациента. По химиотерапии какие-то новые протоколы будут, да, внедряться? Да, да. Там комбинированные методы лечения, то есть оперативные, химиотерапия, химиотерапия и радиотерапия. Сложенные операции, которые и по времени больше, и по объёмам больше. Для женщин очень важные вещи, которые будут происходить при раке молочной железы. Будем говорить о том, что операции будут органосохранные или с пластикой молочной железы, что очень важно. Ну, в каждом случае индивидуальный подход будет. Но в целом, да, и сейчас вот уже закупаем первую партию экспандеров. Это что значит? Это когда приходится удалять молочную железу для того, чтобы её восстановить, растянув ткани, да, в последующем имплант, туда поместить необходимые спандеры. Да, да. Раньше такая операция у нас не проводилась. Нет, ни разу. Но специалисты проученные есть. В Казани же. Да. Есть оборудование, есть специалисты. И теперь вы закупаете уже первую партию экспандеров. Поздравляем наших женщин, что вы сможете получить такую возможность. Это действительно очень важно. Ну, это касаемо оборудования. У нас сейчас получено видеоколоноскоп, фиброгастроскоп. Сейчас пришёл к нам, и на очереди в апреле уже будет новый рентгенаппарат. То есть с оборудованием в этом году тоже всё хорошо, пополняется штат. Нельзя сказать, что, наверное, на уровне фантастики там, конечно, всегда есть что докупать. Но то, что вы запланировали на этот год, приходит сейчас по оборудованию, или пришлось всё-таки что-то подрезать? Не всё, что запланировали, ещё пришло. Год ещё не закончился, и в планах есть дооснащение операций, операционных, то есть вот две операционные будут до конца года сделаны, ну, естественно, со всем оснащением и столы, и светильники, и оборудование, консоли анестезиологические. Действующие операционные будут оснащены эндоскопическим оборудованием, то есть видеостойка, гестероскоп. Мы хотим соответствовать, мы хотим делать операционные, операции серьёзные, а чтобы пациенты наши не уезжали в другие регионы. Здесь не хуже специалисты, могут всё делать. И теперь есть все возможности. Это ведь очень важно ещё и с той точки зрения, что, собственно говоря, будут поступать деньги от ОМС, да? ОМС же платит за такие операции, деньги будут поступать, а эти деньги, возможно, будут снова вкладывать в улучшение технической базы, в обучении специалистов, да? Ну, конечно. И, естественно, результатом будет большая удовлетворённость пациентов. Что касается специалистов и обучения, вот в рамках этой программы ППФО, над которой сейчас работают казанские врачи, ваши коллеги, спланированы ли какие-то тренинги, какие-то мастер-классы, какие-то семинары и прочее? Или это всё в рабочем режиме и так происходит? Нет, отдельно не планируется, но мы посылаем специалистов на учёбу не только в Казань, и в Нижний Новгород, и в Москву. И на нашей базе мастер-классы проводятся. Для кого вот на нашей базе, интересно, правда? И кто их проводит? Последний для анестезиологов проводился. А кто проводил? Это с Нижнего Новгорода, там главный анестезиолог приезжал. И приезжал в таракальном отделении операции. Три операции было проведено. Что такое таракальное отделение? Грудная хирургия. Вот там профессор приезжал, тоже мастер-класс проводил. Потому что нужно непрерывно процесс обучения проводить, совершенствоваться. Если у нас где-то вот сейчас какая-то зона, какая-то зона в онкологии, которая у вас вызывает наибольшее беспокойство, где у нас какой-то там провал, недостаток чего-то, оборудование специалистов и прочего. Вот за это время, пока вы работаете, я думаю, что вы уже всё абсолютно выяснили. И где у нас, например, прямо, ух, как хорошо всё есть? Ну, допустим, рак лёгкого бронхов первое место в смертности. А онкомаркера к нему нету. То есть самым информативным исследованием является рентген лёгких. Ну, как говорится, попробуйте всех на рентген затащить. Во-первых, ну, нереально. Во-вторых, это даже если получилось, это очень дорого. На другие локализации нужно обратить внимание, именно визуальные, где мы можем повлиять. И это вот при первичных осмотрах в первичном звене в поликлиниках? Нам нужно уделить, ну, внимание, в первую очередь, именно визуальным локализациям, то есть тому, чему мы можем изменить. Вот как раз про первичное звено ещё раз мы заговорили, и как раз о том самом важном факторе, что именно оттуда начинается ранняя диагностика раковых заболеваний. И хотелось бы напомнить, какие изменения произошли уже в течение этого не календарного года, ну, вот так скажем, да, в течение с летом, может быть, а может быть, с прошлой весны. Потому что, насколько я могу судить, очень сильно развилась система электронного, я не знаю, электронного взаимодействия. То есть, в принципе, все сведения о пациентах хранятся в электронном виде. И это точно есть в онкологическом центре нашем областном. И вы говорили о том, что вы сейчас работаете над тем, чтобы и в районах то же самое создавалось, потому что это позволяет улучшить коммуникации, оперативное поступление документов от первичного звена уже к специалистам. А как сейчас всё происходит? Ну, использоваться медицинскими учреждениями нашей области, медицинская информационная система, да, её возможности позволяют базу пациентов иметь. Мы можем любого пациента, который у нас зарегистрирован, найти, посмотреть, когда он был на госпитализации, на приём, какие обследования проводились. Это несколькими кликами мышки делается. Ну, очень удобно. А вот эти базы, они ограничиваются территорией, ограничиваются с регионами, или этими базами можно обмениваться с коллегами из других регионов общественной? В каждом регионе сейчас уже есть такие информационные системы. Теоретически обмениваться можно. Потому что вопрос о канцерегистрах, например, он будет обсуждаться как раз на 9 съезде в июне месяце. Это списки пациентов. И часто же так бывает, что у вас есть такие тоже пациенты, которые получают часть помощи здесь, часть, например, в Москве, где у нас куда по квотам направляют пациентов, кто-то сам едет куда-то, возвращается к вам, потому что человек может делать самостоятельный выбор, в общем-то, сейчас у нас в стране. И когда документы хранятся в электронном виде, естественно, это очень удобно, потому что можно направить на консультацию любому врачу, наверное, в любой точке страны. И если сейчас это ещё не работает по первому клику, как в регионе, то мы к этому идём, насколько я понимаю. Ну, вопрос передачи данных из региона в регион, он непростой, потому что это всё-таки персональные данные. Вот. По запросу, официальному, да, мы можем в другое лечебное учреждение информацию направить. Ну, а сами мы пока работаем над тем, чтобы в районах было возможно создавать это. С районами и между районами центрами мы сейчас пытаемся наладить, вот, и у нас стоит задача, это к июню месяцу, то есть централизовать передачу маммограмм. Маммографы, которые аналоговые, их, да, оснастить оцифровщиками, цифровые маммографы, значит, сделать так, чтобы они могли передавать, потому что, ну, не везде в силу там технических особенностей пока готовы. Ну, вот, я с каждым приходом там по одному международному центру у нас добавляется. Вот сейчас уже четыре, кто может нам передавать. Это какие центры? И от них мы начали уже принимать. Это Луза, Слободской, Чепецк и на очереди Зуевка. Ну, вот если из Слободского и Чепецка ещё можно доехать, то из Лузы, конечно, ехать очень далеко. Это хорошо, что дальние районы сейчас поступают. И постепенно вы планируете все районы охватить? Да, и постепенно мы не только межрайонные центры, но и центральные районные больницы, где есть маммографы. Значит, и если сейчас мы речь ведём о маммограммах, которые только в рамках диспансеризации сделаны, и подозрения там выявлены, то в дальнейшем, конечно, все маммограммы у себя центральный архив цифровых изображений создать. Потому что объективно всё-таки специалисты онкодиспансера наиболее компетентны. У них что называется рука набитая, потому что потоки пациентов несравнимые, конечно, да? Да, количество проходящих снимков пациентов. Гораздо больше, конечно, естественно. А вот что касается маммограммы-то, понятно. А есть какие-то ещё другие тоже виды электронных документов, которые предстоит ещё также обрабатывать и оснащать там оборудование и прочее? Значит, ну вот уже централизовали мы все цитологические исследования. Здесь со всей области уже присылают. Тоже в рамках диспансеризации. Ну, уже сделано около 70 тысяч исследований. То есть здесь у нас всё пошло, всё получилось. Ну, и думаю, что результат он будет. Думаю, что неплохой. Ну, это очень хорошо. Я напомню нашим слушателям, что мы разговариваем здесь в этой программе с главным врачом Кировской областной клинического онкологического диспансера Игорем Набатовым, и что мы на следующий месяц планируем сюда приход специалистов из онкоцентра, поговорим там по какому направлению, по конкретному какому-то направлению мы выберем. Возможно, это будет хирургия, возможно, это будут специалисты радио- или химиотерапии. И поговорим по каким-то отдельным вопросам. И в июне месяце, ещё раз, с 14 по 16 июня, состоится 9-й съезд онкологов России, где будут абсолютно все главврачи, я думаю, всех онкоцентров, и где будет обсуждаться национальная противораковая программа. Это очень важно. Мы постараемся тоже там быть. Мы, я имею в виду журналистов нашей радиостанции, и обязательно сообщить нашим слушателям о том, собственно говоря, какие ключевые тезисы и какие будут изменения в этой программе. Да, я благодарю нашего гостя Игоря Набатова, главного врача Кировского областного клинического онкологического диспансера. Это была программа «Слушайте доктора». Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Проконсультируйтесь.